Привет, меня зовут Надя, и сегодня я вам расскажу о планшетнике Asus и iPad Transformer. Именно планшетники в наше время стали особо популярны, даже обогнав нетбуки. Однако, чтобы полностью заменить простые компьютера, им не хватает мыши и клавиатуры. Первую проблему можно решить, подключив Bluetooth или USB клавиатуру. Но мышь можно подключить только к тем устройствам, которые работают под операционной системой Android Honeycomb. Одним из таких является планшет Asus и iPad Transformer, который благодаря подключению док-станции превращается в полноценный нетбук. Это устройство от Asus работает под управлением операционной системы Android 3.1, а также имеет центральный процессор NVIDIA Tegra 2 и 1 ГБ оперативной памяти. Производительность находится на довольно высоком уровне, что позволяет опробовать даже самые требовательные игры для Android. Однако устройство не является самым мощным на рынке. В бенчмарке Antutu System Benchmark планшет получил 3713 пунктов, в то время как флангман Samsung под названием Galaxy S2, который работает на точно таком же процессоре с частотой 1.2 ГГц, набрал 4539 пунктов. Результат, который показал Asus и iPad Transformer, близок к показателям смартфона LG Optimus 2X и планшетам Motorola XUM. Asus и iPad Transformer оснащен IPS-дисплеем с LED-подсветкой и разрешением 1200 на 800 пикселей. Картинка яркая и сочная, однако немного огорчает работа функции автоматической регулировки яркости, которая, видимо, в целях экономии энергии все время делает экран темнее. Поэтому информация плохо читается под лучами солнца. Если же настраивать параметры вручную, то проблем не возникает. Поскольку используется IPS-матрица, то угол обзора достаточно широкий. Не беря во внимание некорректную работу функции автоматической регулировки яркости, этот экран является одним из лучших среди планшетов. Как мы уже упоминали в обзоре планшета Acer Iconia Tab A500, в анимации пользовательского интерфейса операционной системы Android Honeycomb заметны задержки и замедления. Скорее всего, это проблема самой операционной системы, потому что здесь она тоже присутствует. Если в устройстве Acer это было терпимо, то в планшете Asus и Apo Transformer, особенно после установки последнего обновления, эти задержки начинают раздражать. Естественно, это камень в огород разработчикам операционной системы Android. В то же время, даже требовательные приложения работают без проблем. И хотя устройство имеет встроенный GPS-модуль, который без проблем определяет ваши текущие координаты, чтобы полноценно использовать навигацию, рекомендуется выбрать какое-нибудь приложение из Android Market и установить, чтобы можно было использовать карты и навигацию в режиме офлайн, так как устройство не поддерживает беспроводное соединение 3G. Из беспроводных соединений доступны Bluetooth и Wi-Fi стандартов B, G и N, который работает на частоте 2,4 ГГц. Задняя крышка планшета изготовлена из рельефной пластмассы и имеет логотип Asus посередине. Чуть выше расположена 5-мегапиксельная камера, которая может делать снимки среднего качества и снимать видео с разрешением 720p. И хотя камера имеет функцию автофокуса, она работает не точно, поэтому ее использование не целесообразно. Даже в помещении с хорошим освещением фотографии получаются довольно зернистыми. Планшет заключен в металлическую рамку, на левом боку расположены клавиши регулировки громкости, а также кнопка включения и выключения, а на правом боку слот для карт памяти, microSD, HDMI, выход и разъем для подключения наушников. Снизу находится разъем для подключения док-станции. С ее помощью можно заряжать устройство. Экран заключен в достаточно широкую металлическую рамку черного цвета. Все действия с устройством, за исключением выключения и блокировки экрана, производятся с помощью сенсорного экрана. Однако и здесь камень в огород Google, потому что все сенсорные клавиши расположены снизу. Труднодоступны, если пользователь держит устройство двумя руками. По умолчанию установлена виртуальная клавиатура от Asus, которая не очень удобна, так как сверху над буквами расположены и цифры. К счастью, с помощью изменения настроек мы можем вернуться к стандартной клавиатуре от Android, которая нам кажется более удобной. В то же время при подключении док-станции мы получаем сообщение, что для корректной работы рекомендуется вернуться к виртуальному устройству от Asus. У планшета Asus и iPad-трансформер, который побывал в наших руках, латышский язык не был доступен как при работе с меню, так и при написании текста. Однако продающиеся в магазинах планшетах не имеют этого недостатка. Говоря о док-стациях, мы упоминали только ее плюсы и не назвали главный недостаток. Устройство очень трудно правильно установить и заставить удерживаться. В первую очередь нам нужно попасть во все защитные крепления. Однако бывали случаи, когда крепления не защелкивались. Как вы уже могли видеть, с подключенной док-станцией устройство выглядит как нетбук. Она оснащена с QWERTY-клавиатурой, которая по размеру совпоставима с клавиатурой от 11-дюймового нетбука. Клавиши имеют и русские символы. На клавишах F расположены различные горячие клавиши. Например, вернуться назад, включить-выключить Wi-Fi, Bluetooth или сенсорную панель. Также можно регулировать яркость экрана, включить функции автоматической регулировки яркости, сделать скриншот, запустить интернет-браузер, приложение с настройками, отрегулировать громкость, заблокировать экран устройства или воспользоваться кнопками управления мультимедийным контентом. Сенсорная панель работает как обычная мышка с одной кнопкой. Однако, используя преимущество Multi-Touch, можно прокручивать страницы вверх и вниз, используя два пальца. Размер курсора мыши мог бы быть и побольше. Бывает, что его трудно заметить. Док-станция имеет два порта USB. С каждой стороны по одному. Можно подключить USB флеш-память или еще одну клавиатуру или мышь. Не очень удались защитные шторки, которые сами еле держатся. Также Док-станция имеет слот для карты памяти SD, SDHC и MMC, а также порт для подключения USB кабеля. Так как Док-станция имеет свой собственный аккумулятор, то, по словам ASUS, устройство может проработать около 16 часов. Без Док-станции мы смогли пользоваться интернетом около 9 часов. А проделав все то же, но с подключенной Док-станцией устройство проработало около 12 часов. Поскольку без Док-станции результат довольно хороший, хотелось бы, чтобы она имела более емкий аккумулятор и могла более существенно увеличить время работы устройства. Asus eiPad Transformer является отличным планшетом, который объединяет в себе эффективность и удобство. Устройство является отличным решением, которое объединяет в себе планшет и нетбук. Рассмотренный сегодня Asus eiPad Transformer имеет 16 ГБ встроенной памяти и Док-станцию в комплекте. Устройство можно приобрести по приятной цене в 369 латов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова